Дом Владимира Аравина в двух десятках метров от самого центра пламени. Прежде чем спасать честно нажитое имущество, мужчина успел заснять на мобильный телефон самое начало пожара. Говорит, пламя разгорелось внезапно и уже через несколько минут в окна близлежащих домов повалил густой дым. Схватив документы, жильцы более шести десятков квартир бросились на улицу. Из окна увидел. Смотрю, уже в середине казармы стало гореть. Уже большое пламя там было. И искры летели на наш дом, а там рубероид. Мы боялись, что наш дом загорится. Ну а потом уже полностью казарма взялась. Просто вся загорелась. Деревянная кровля вспыхнула в считанные минуты. Огонь охватил площадь около 450 квадратных метров. Уже через пять минут на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты. Огонь тушили 13 единиц, спецтехники и более 50 спасателей. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Большая площадь горения была. И произошло обрушение кровли. С электриками проблемы. Электрики до сих пор не прибыли. Там одно помещение не обесточено. Его сейчас не могут приступить к тушению пожара. В принципе, оно на развитие пожара не распространяется. Из близлежащих домов люди были эвакуированы. Потому что большое изгибление. Когда-то здесь находился батальон радиоэлектронной борьбы. В 2010 году военнослужащих перевели в гарнизон поселка Рощинский. Последние три года помещение воинской части пустует. Несмотря на это, говорят местные, здесь часто собираются шумные кампании. И этот пожар не первый. Около двух месяцев назад тут тоже горело, но не так сильно. Пока спасатели боролись с огнем, местные подростки открыто исследовали стратегический объект. Здание никем не охраняется. Военная часть превратилась в проходной двор. На месте возгорания работают эксперты. По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем. Ведется проверка. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.